Необычный рекорд скроили в Екатеринбурге. Одна из горожанок отважилась выйти замуж вслепую. В день регистрации она впервые увидела, конечно, не будущего супруга, а отрез ткани, который должен превратиться в ее свадебное платье за три часа. Свою судьбу экстремальная невеста доверила портнихам, не побоявшись проколоться. Дарья Манохина проследила, успели ли молодожены в ЗАГС. Их знакомство началось со снятия мерок. Женщины встретились по одежке. Женя, которая сегодня выходит замуж, впервые увидела Ладу, которая будет шить ей свадебное платье. На все про все у мастера лишь три часа. Столько осталось до регистрации. Как видите, кружево абсолютно новое. Выкороки не построены, не сделаны. Шить свадебное платье за считанные часы для швеи – серьезное испытание. Лада его придумала себе сама. А вот найти невесту, которая бы согласилась на эксперимент, оказалось непросто. 25 девушек отказались. Евгения одна сказала «да». Наряд она примерит всего один раз – готовым. А до этого времени не будет знать даже его фасон. Я примерно скидывала картинки, что мне нравится. Классическое платье. Корсет с рукавчиками, кружево, молочные цвета. Спустя час корсет платья уже готов. Лада и ее помощницы работают в 12 рук, ни на секунду их не покладая. Сейчас мы приступили уже к изготовлению юбки и подъюбников. Невесте тем временем делает макияж. Стилисту приходится красить вслепую, ведь она платье тоже не видела. Единственное, что по секрету сказали портнихи – кружева расшита золотой нитью. У нас будет немножко добавлено таких золотистых элементов немножко в макияже. Это как бы блеска такой на веках будет. Обычно к выбору свадебного наряда девушки относятся с особым трепетом. И заказывают его заранее, за месяц, а то и за два до церемонии. Поэтому решиться на участие в сегодняшней акции невесте было очень непросто. Но довериться швеям слепа она все-таки не смогла. И отложила запасное свадебное платье в салоне. Но мастера надеются, что оно и не пригодится. Меньше часа осталось. Ну, буквально уже остались совсем чуть-чуть, да? Время на исходе. А впереди еще самое сложное. Наряд нужно расшить стразами. Причем вручную. Работа кропотливая, у швей затекли спины. Но ограниченные сроки, говорят, вовсе не повод искать легкие пути. Все! Все! Все готово! При встрече с главным платьем в ее жизни у Жени не нашлось слов. Одни только эмоции. Поспешив, швеи ее не насмешили. По-моему, великолепно. Будем верить? Будем верить? Женя, счастлива, мне кажется. Утерев слезы счастья, она точно решила, что под венец пойдет только в нем. От платья в свадебном салоне невеста отказалась. Предлагаю Женику поцеловать невесту под вашим платьем. Дарья Мануфина, Антон Лимонов. Новости 41-го канала.